ну что поехали с орехами доброе время суток уважаемые коллеги мы снова выходим с вами на связь такую долгожданную по крайней мере для нас это расстановка тракаров а пока мы будем мобилизовать восходящую кишку мы немножко поговорим о том случае который собираемся оперировать сегодня мы заранее расставили по методу того самого нашего зайчика которому уже не раз с вами говорили наши тракары и приступим к банальным вещам мобилизация ободочной кишки значит что это за пациентка вообще очень интересный и я сказал уникальный случай поэтому мы собственные решили записать его в живой хирургии это молодая девушка ей 19 лет она страдает полным удвоением правых мочевых путей но все было бы ничего если бы мочеточник верхней половины не рефлексировал то есть у нее выраженный пузырный мочеточниковый рефлекс в верхнюю половину полностью удвоенной правой почки значит связи с этим рефлюксом в детском возрасте она была оперирована и выполнялась выполнялась пластика каким-то из объем образующих вариантов точно на сказать не не может выписки не не сохранились после этого после этого уже более менее во взрослом возрасте ей выполнили тур уротера цели верифицированного после уже несколько лет после того как выполнена была вот это объем образующая пластика что на самом деле там было науке неизвестно сожалению выписки все написано правильно откуда это что это было как это все дело случилось нам неведомо и того получается что у нас имеется выраженной третьей степени пузырно-мочеточниковый рефлюкс в верхнюю половину полностью удвоенной правой почки с одной стороны с другой стороны на фоне этого рефлюкса ну катышки я надеюсь если у нас получится мы покажем вам наверное в начале самой самом начале нашей операции то вы если обратите внимание заметите заметите признаки мега уротера ну это часто бывает при пузырно-мочеточниковых рефлюксов и таким образом что у нас с пациенткой происходит получается что у нее есть и мега уротер и пузырно-мочеточниковый рефлюкс поэтому мега уротеру выраженный полное удвоение но функция верхней половины почки пока страдает незначительно практически мы имеем конечно уротера гидронефроз но он выражен минимально вот какие какие вот предложения да что мы могли бы этой пациентке предложить какое кровотечение на что-то да коллеги мы решили поэкономить наш ультразвук начал потихонечку потихонечку стареть до такой степени что уже что уже очень долго приходится дожидаться того момента чтобы он пересек ткани и мы будем пользоваться вот такой банальной классической мобилизации ободочной кишки иногда мы используем монополяр но сегодня не хочется лишний раз подвергать ткани риску в общем и в целом пока справляемся классической комбинации биполяра и нужно ну так возвращаясь возвращаясь к вариантам вариантом лечения да я забыл сказать коллеги что сегодня к сожалению буду с вами разговаривать один александр владимирович конечно со мной рядом но так как мы уже отвыкли с этими к видными временами и банальными операциями от жировой хирургии трансляции мы к сожалению технически не можем наладить связь в два микрофона но он с нами и будет тоже задавать наверное вопросы комментировать а я их буду озвучивать и передавать вам вот так вот что такое удвоение да но полный неполный это мы уже с вами тоже как-то обсуждали несмотря на то что это ну едва ли не самая распространенная аномалия развития ну где 15 процентов населения она встречается не у всех конечно она приводит каким-либо вообще принципиальным проблемам чаще всего это бессимптомное течение чаще всего никаких никаких проблем для своих обладателей это аномалия развития не приносит однако у некоторых вот развиваются такие вещи которые мы обсуждаем сегодня по поводу пузырному четочниковый рефлюкс ну довольно таки распространенная штука в основном это как как мы понимаем это урология детского возраста но тем не менее видите вот и у взрослых тоже встречается стандартным методом лечения пузырному четочниковый рефлюкса является операция на нижних отделах четочников это либо его реимплантация до либо либо как говорят наши англоязычные коллеги тейперинг в общем заужают тот расширенной часть ту расширенную часть мегауретора и реимплантирует реимплантирует мочевой пузырь или есть еще вариант так называемой пластики лич григуара да мы тоже и обсуждали на нашем канале есть ролик посвященный посвященный этой пластике и особый интерес вызывает то что что очень редко очень редко такие вещи встречаются на взрослой урологии тем это было и полезно поэтому этот ролик и записали так вот если рассмотреть подобные варианты подобные варианты в конкретном случае нашей пациентки то напомню да что у нас с одной стороны мегауретора с другой стороны который неоднократно лечен мы выполнили перед операцией пациентки цистоскопию постараемся ее тоже вам показать устье расположены крайне близко друг к другу за счет деформации обусловленный за счет деформации обусловленной перенесенными вмешательствами как и объем образующих на пластик сейчас сейчас так и транс рутеральной резекции уротера цель которую не ясно было но это уротера цели не было что это было за уротера цели науки науки неизвестно но тем не менее то есть выполнять лишь грегуара в таких условиях такой рубцовой деформации ну наверное наверное рискованно рискованно отсутствием перспективы вернее наличием в перспективе неких неких вот тех самых проблем которые поставят под сомнение эластичность ткани и их и их проходимость это как бы первое да делать тэперинг и реимплантацию ну принимая во внимание что опять же у нас нижние отделы мочи точника компрометированы тем рубцовым процессом перспективы на подобные вмешательства принимаю во внимание достаточно мощный рефлюкс который который достигает непосредственно лоханки ну у меня лично вызвал некие некий вот сюда на место ножницы вызвал некие вопросы именно по плану отдаленных отсроченных результатов напоминаю что девушки нашей что девушки наши 19 лет более того мы же понимаем что скорее всего ей захочется иметь детей и как поведет себя вот та наша самая пластика на фоне беременности и родов предсказать сложно предсказать сложно и какие же у нас остаются варианты александр что бы ты предложил вот в такой ситуации как альтернатива сделать пластику и слияние двух источников да довольно распространенный вариант довольно распространенный вариант который 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 предусматривает перевод полного удвоения в удвоение неполное да то есть известно такие методики которые подразумевают организм анастомоз анастомоз между этими мочеточниками тоже раздумывав над этим вопросом я задавал себе следующие а в каком месте выполнять анастомоз между этими мочеточниками учитывая что нет рефлюкса по нижней части до тяшно-храненовской системы с мочеточником то без разницы рефлюкс все равно не будет александр владимирович высказал предположение что по большому счету без разницы на каком из отделов мочеточников выполнять этот анастомоз а я позволю себе с ним не согласиться в какой части дело в том что опять же если мы вспомним нашу компьютерную томографию сейчас секундочку вот это давай подсушим салфеточек если мы вспомним нашу компьютерную томографию и вообще конституциональной особенности обратим внимание на конституциональные особенности нашей пациентки то в общем как вы видите по тканям она довольно стройна мочеточники у нее сейчас ниже вот сюда мочеточники у нее довольно не широкие я имею ввиду здоровый и особенно в области средней третье там где просилась да да наверное вот подобной пластикой ну его диаметр так скажем оставляет желать лучшего и большего тогда посмотрев еще раз компьютерную томографию я подумал что наверное пересаживать узкое в узкое это более рискованно чем пересаживать узкое в широкое и поэтому сегодня александр владимирович я не зря тебя интриговал вот сегодня мы будем выполнять довольно странную операцию которая будет заключаться в реимплантации верхней трети верхней половины полностью удвоенного правой почки в лоханку половины нижней таким образом мы узкий узкий мочеточник будем реимплантировать в максимально широкое место чаш лоханочной системы нижней сохраненной половины ну вот видно да за счет рефлюкса каков диаметр этого мочеточника вверх на верхней половины сейчас мы разберем немножко здесь площадочку для того чтобы мобилизовав понять мобилизовав понять в какой из отделов нам необходимо будет реимплантировать ну это такие планы уж как там получится господь управит тут сами понимаете когда разговор идет об аномалиях развития можно встретить даже то чего не ожидаешь особенно в области ворот почки например например те сосуды которые идут не совсем туда куда хотелось бы чтоб они шли посмотрим здесь все вроде чисто так секундочку немножко мы мобилизуем лоханку здоровой нижней половины пересаживать в лоханку в любое максимально свободное место да хороший вопрос александр владимирович спрашивает а в какой из отделов лоханки пересаживать будем мочеточник имеет ли это значение принципиальное ну во первых александр владимирович сколько ты видел таких операций несколько ну ты обманываешь людей 1 вот да потому что мы мы как-то делали с тобой интересную операцию но правда по поводу уротелиальные карциномы нижнего мочеточника полностью удвоенной левой почки мы выполнили уретар октомию вот с формированием того самого анастомоза между мочеточником верхней половины культе его и и мочеточник и лоханкой нижней половины почки с прекрасным функциональным результатом но тем не менее вопрос абсолютно верный абсолютно правильный и сейчас прежде чем прежде чем приступить к каким-то сосуды до которые я обещал каким-то активным телодвижением мы будем естественно выполнять примерку будем смотреть где наиболее оптимальная точка и площадка для того чтобы почка еще ротирована слегка видишь вот это за ним было вот сейчас я немножко вот этот жирок чтобы нам не мешал уберу а дальше я думаю что мы будем пользоваться нашей классической методикой классической методикой которая будет заключаться в том что как ляжет как ляжет сам по себе мочеточник отпустит он чуть-чуть вот так буквально не то без без лишней тракции без лишней тракции ну и естественно мы не должны имплантировать в пиелоратуральный сегмент сам понимаешь риски достаточно суровый для того чтобы его скомпрометировать нам это не нужно нужно сейчас немножко здесь немножко под выделю так вот пиелоратуральный переход нам туда не надо и так я думаю что это будет вот это место что это будет вот здесь мы далеко от торговых путей как мне скажет удар тут духа и с одной стороны с другой стороны горизонтик у нас нормальный да это будет наверно вот так ну что помолять отсекаем верхнюю половину так и еще мне хочется еще мне хочется даже не спатулировать а ремоделировать с учетом того что он у нас широк как таковая классическая спатуляция не требуется а вот что-то такое идущий наискосок а выключите ультразвук пожалуйста нам что-то он завелся сам по себе ультразвук просто выключите из сети ну зеленую кнопочку нажмите так теперь мы значит что теперь мы теперь мы должны выбрать то самое место то самое место мы определили вот здесь и мы туда не пойдем александрович что-то меня манит вот сюда атака отпусти как она ляжет все хорошо тихонечко давай такое с замиранием сердца и здесь я хочу тоже сделать такой разрез чтобы как бы ромбовидный такой чтобы получилось соответствие одного с другим ну что осталось то фигня анастомоз и установка стента значит мы будем пользоваться сегодня мы будем пользоваться сегодня жан владимир как всегда молодец все спрятала подальше будем пользоваться сегодня нашим любимым материалом для реконструктивной хирургии это биосин это биосин 5 нулей на 17 миллиметровой игле лучше пока еще я ничего не пробовал в этой жизни именно для реконструкций особенно таких нежных которые планируем выполнить сегодня и будем сопоставлять один просвет другому в общем в остальном практически будет обычный обычный пиво пластик так ниточку она на тряпочке все хорошо так единственное что нужно сейчас нам будет прикинуть уважаемые друзья какие вкулы и откуда делать мне так кажется что наиболее эргономично что наиболее эргономично будет формирование стежка из спатуляции мочеточника наружу да это же самое ответственное у нас такой вкул так что да мы умышленно коллеги не прибегаем к какому-либо к какому-либо коагуляционному гемостазу тихо тянут ага вот это уголочек ромба как мне это видится видится так и теперь осталось найти мочеточник аккуратно сейчас алексологич подожди вот он вот я о чем говорил да вот этот вкул вот в такой манере наверное выполнять удобнее чем если бы мы это делали наоборот как считаешь александр Владимирович сказал уху когда александр Владимирович говорит уху значит все нормально так так погоди сюда немножко где у нас ничто не переплелось дальше заднем дальше будет у нас задние полуокружбы тоже я долго думал может быть узловые может быть чего-то там но потом подумал подумал что не нужно наверное во время тех операций мягко скажем мы сделали не так много изобретать велосипед и то что работает к чему привыкли тем наверное стоит пользоваться мы тоже с вами коллеги не раз уже обсуждали то что то что это не принципиальный вопрос узловые или или непрерывный шов вот именно в таких пилопластиках ты да коллеги опять же да ну никто не мешает нам поставить дополнительный тракар под печень для того чтобы наше вмешательство было более эргономичным ну я прошу вас вспомнить что девочки 18 лет и конечно конечно чем меньше у нее пусть даже 5 миллиметровых но тем не менее и не туда пусть 5 миллиметровых но все-таки все-таки проколов наверное ну наверное она это оценит так так сейчас подожди одну туда сейчас секунду а другую 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 сейчас да мы сейчас немножко тут вас коллеги помучаем но это такие моменты которые имеют ну на мой взгляд значение для того чтобы вот один из этих хвостиков был снаружи анастомоза а другой мы сейчас ага вот так а другой мы сейчас переместим уже непосредственно в линию швов тоже какие есть нюансы ну как я для себя это вижу ну во первых хочу еще раз акцентировать ваше внимание на размере иглы несмотря на то что она кажется вам здесь гигантским за счет нашего серьезного увеличения и 4к визуализации но это 5 миллиметровый биосин на игле 17 миллиметров из петли все стежки мы делаем как видите без натяжения и вот какая мулька сейчас мы уйдем сейчас мы уйдем уже в направлении швов которые позволят их вот опять хвостик пришел который позволит их формировать более эргономично на мой взгляд придется подраспустить хотя он вроде нормальный был да значит он просто сюда прибежал вот я его пожалел оставил короткий я поменяю то есть нет все нормально все нормально так давай протираем и может быть действительно я дам тебе хваталку Александр Владимирович для того чтобы показать в чем суть того о чем я пытался так косоязычную вам сказать коллеги единственно не знаю удержит ли он 5 нулей ну угу сейчас секунду сейчас пойду сейчас пойду друг бежал бежал не хочет он тут быть да да вот блин клинтон про эргономику мы что-то рассуждаем дайте еще раз сейчас держи держи чуть-чуть вверх и влево на ощупь пять нулей биосим искать жевать и это конечно особое удовольствие ну ладно возвращаемся к нашим баранам простите уж коллеги что мы вас так немножко помучили вот то что я хотел сказать это то что после стой 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 парочки вот таких наводящих стежков у нас то линия анастомоза выйдет под удар по крайней мере мне так хотелось перехлест да сегодня все против нас значит все получится обычно когда долго мучаешься что-нибудь получится сейчас сейчас можно так Очень удобно, ну, что ж поделаешь. За счет вот этого рефлюкса и гипертрофии, слизистая, обратите внимание, мочеточника, практически соответствует слизистой лоханке. Ну, то есть, как будто мы лоханку шьем. Хотя, на самом деле, это мочеточник, потому что лоханка значительно выше тех сосудов, которые прямо над нами. Да, тут тоже спешить особо не нужно. Подожди. Без петлей. Давай, протрем, что-то, мне кажется, мутноват нам. Сейчас я тебе помогу. Александр Владимирович не может бросить лягатуру, за которую держит, поэтому я ему помогаю. Так, ну, тут все понятно, и особо говорить уже, наверное, не о чем. А давайте теперь, коллеги, порассуждаем на тему, а что мы будем делать дальше. Александр Владимирович, твои предложения. У нас пузырный мочеточниковый рефлекс, мы не забываем, да? У нас молодая девочка, которой 18 лет, ой, 19. У нас устье открываются практически друг над другом. Ну, какие варианты? Полностью убирать больной мочеточник и внизу максимально близко, чтобы рефлипировать? Либо не убирать больной мочеточник? Ну, как Александр Владимирович говорит о том, что варианты... Ну, ничего не делать вообще. Варианты два. Три. Это вообще ничего не делать? Это его любимый вариант. Ну, нет, ладно. Я шучу, я знаю, что ты за любой кипиш. Вариант второй. Уретароктомия. И, честно говоря, вариант еще один, который я для себя выбрал в этом сегодняшнем случае. Дело в том, что у нас, в общем и в целом, необходимости в уретароктомии как таковой, мне кажется, нет. У нас проблема заключается лишь в рефлюксе. Но, если мы поставим препятствие рефлюксу на уровне максимально низком, ну, например, там где-нибудь подвздошные сосуды, да? Внутреннюю подвздошную. И подставим препятствие рефлюксу в виде, ну, просто обструкции. То рефлюкса не будет. Дело в том, что выделение на всем протяжении мочеточника, это само по себе достаточно дело рискованное. Да? Раз. Во-вторых, бесполезные, потому что смысла в этом никакого нет. Это два. В-третьих, работа с мочеточником, оставшимся здоровым в подобных условиях, да, будет сопряжена тоже с некими рисками его, ну, как минимум, ухудшения трофики. Так, я откуда вышел? Вы снаружи вышли у мочеточника. Мне сейчас куда шить? Снаружи внутренний лохан. Вот. Поэтому я выбрал сегодня вариант вот такой. То есть мы не будем делать ничего, кроме обструкции мочеточника на максимально низком уровне. А будете заглушать верхний конец? Что? Верхний конец будете заглушать? Нет, не стану. Чтобы не было там никаких... Чтобы не было полости, да. Так, я откуда вышел-то? У меня сейчас мочеточник. У меня сейчас мочеточник. И внутри наружу. Да, чтобы никакой полости не было, мне кажется, ну что там, мочи там не будет, а какой-то тканевой компонент, эксудат, он будет всасываться в брюшную полость. Мне кажется, это будет оптимальный вариант. Ну и я рад, что Александр Владимирович просто рассмотрел его как один из вероятных. Возможно, коллеги, кто-то и будет против и с нами не согласится. Меняем на отсос и устанавливаем стенд. Ну, будем рады вашим комментариям и вашему мнению, которое мы, безусловно, уважаем и ценим. Давайте это обсудим. Ну, сегодня мы выбираем вот такой вариант. А какие риски оставить мочеточник? Никаких. Значит, ну вообще, опять же, мы же говорим о том, что эти операции не часто выполняются, во-вторых, по опыту открытой хирургии самое страшное осложнение – это МПМ-а мочеточника, но она как раз вот и случается тогда, когда его глушат с обеих сторон. Когда его глушат с обеих сторон. А более того, последние тенденции в реконструктивно-пластической, в том числе, хирургии мочеточников говорят о том, что вообще это материал незаменимый. Помнишь, я рассказывал про статью, где наши американские коллеги рекомендовали рекомендовали не отсекать во время радикальной нефрактомии мочеточник очень низко. Для того, чтобы не приведи Господи, когда-нибудь, но тем не менее, иметь возможность воспользоваться этим реконструктивно-пластическим материалом для, например, восстановления контролатеральной стороны. Потому что при почечном клеточном раке вероятность того, что что-то есть в мочеточнике ничтожно, мы же это все прекрасно понимаем. Это невротелиальный рак. А вот такая перспектива, которая чисто пусть теоретически, но тем не менее, возможна. Не стоит про нее забывать. Так, ну что, посмотрим, как у нас сегодня... Чуть обзор не сожжет. Как у нас сегодня это пройдет. Сейчас, подожди. Да, у нас, коллеги, времена-то тяжелые, вы же понимаете, сами в таких работаете. Ковидные. В общем, не хватает нам помощников в операционной. Мы с Александром Владимировичем вдвоем. И вот то, что мы сейчас делаем, мы делаем это все. Без помощников. Ну, смотри-ка, получилось. Случайно получилось, да, абсолютно. Так, теперь нам нужно аккуратненько, аккуратненько этот завиточек пропихнуть уже в краниальный отдел. Сейчас, подожди, Саш. Покажи иглок. Это будет обидно. Да, я обладаю сегодня однозначно нечеловеческим магнетизмом. Так, давай посмотрим. Это вот так. Это вот так. Желательно это все еще протянуть достаточно высоко, чтобы чтобы это, да, ушло в лоханку. В этих ситуациях, коллеги, конечно, мягкие стенты, они предпочтительнее, я имею в виду, гидрофильные. Там с завитком можно вытворять все, что хочешь. Но у нас, к сожалению, такой возможности нет. Будем стараться поставить стандартный. Сейчас, подожди. Секунду. Сосни. По-моему, уходит кончик. Кончик уходит. Собака. Собака страшная. От меня не будет удовольствия. Вот я думаю, он может переставить. Сейчас, подожди-ка. Покажи там. Угу. Подожди. Угу. Подожди. Угу. 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 А вырежем мы начали просто и все? Да. Александр Владимирович предлагает вырезать. Сделать монтаж. А я считаю, что надо оставить, чтобы люди понимали, как это иногда бывает не совсем просто. Нам надо еще проконтролировать это, чтобы... Ага, от Сосика, сходи. Чтобы дырки были. И в лоханке нижней, в том числе. Все хорошо, да, давай, не будем теребулькать. Что, беру опять? Бери, что хочешь, сейчас уже. Тихонько. Так, я вышел. У меня сейчас снаружи, внутрь лоханку, да? Вот этот товарищ просится под руку всю операцию сегодня. Угу. Тоже пластический. Да. Я имею в виду, чревообразный отросток, конечно же. Девчонки. Тихомки. Тихомки. Кышет. Тихомки. 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 Туда. Сейчас. Чтобы без петли. Так, что мы еще не обсудили? А то что-то какая-то пауза у нас такая затянувшаяся получилась. Понятно, что тут со стендом маленько помучались. Все, может там нос у нас нормальный. Давай. Так, чем, например, обрабатывать нижнюю треть? Какие варианты? Ну, принимая внимание, что мы говорим исключительно об обструкции, просто мочеточника, то, в общем, в целом этот вопрос, мне кажется, не принципиальный. Это может быть клипса-химолог, это может быть любая другая клипса, это может быть, это будет, например, нить капроновая, да, которую мы выполним, интеркорпоральный узел и все. Все. Наверное? Наверное, вот так. Тут в порыве страсти самое главное сейчас не перепутать нам стежки и не пересборить аностомоз. Сейчас, по-моему, мочеточник должен быть изнутри наружу, да? Так, мне кажется, ничего. Не знаю, сейчас посмотрим. Стой, 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 ну-ка покажи. Не очень мне нравится. Подожди, 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 Саша. Ну да, был бы сейчас вот викрил у нас, это было бы гораздо проблематичнее, да, протянуть вот это все. Так, сейчас, подожди, еще раз посмотрим туда. Дело в том, что тут... Ага, держи. Тут, сейчас, стой, 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 аккуратно. По диаметру мне еще нужно, чтобы вот, видишь, пошел туда наверх отрок наш ромбик, чтобы они соответствовали друг другу. Мне кажется, это важно. Угу. 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 Побольше. Ух. 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 не было и короткой не оказалось так мочеточник очень сейчас подожди жди я тебя тоже хочу что ты покажи Немножко попал, но он решен этот немножко Эластичная ткань и хочет прокручиваться Зато видишь как, мне так кажется, да, самое то получилось Это сам себя не похвалишь, их никто не похвалит Тихонечко, подожди, подожди Нет, не туда, Саша Все, отлично, извини, что подверг сомнению Сразу? Нет, подожди, пока Теперь да Я наоборот хотел, что ли Перемудрил Теперь надо посушить, найти ту ниточку Тут еще, мне кажется, шовчик-то точно Вот сюда придет Взять Давай, держи И вот как раз туда нам Туда нам и прийти Что-то у вас профессор камера запотел Так Это знаменитую фразу все помните Из наших Нет, давай на крайний стежок Все-таки это Я тебе протру Да, коллеги, ну уж Не обижайтесь на нас Что мы тут Тягомотную такую Операцию вам сегодня показываем Хотели, чтобы вам было интересно А так уж, как получилось Не обессудьте А можешь под подальше взяться За ниточку Сейчас, сейчас Аттракцию на себе Влево, да Секунду Попробую развесить просто Сейчас, держи, держи Немножко я вот это расправлю Чтобы не было сильно присборено в анастомозе Посмотрим, наверное, еще Вот так Еще один Мне кажется, и будет достаточно Маханечки чуть побольше Но чуточненько чуть поменьше Так, сейчас Для того, чтобы просто Немножко сопоставить кузлу И не присбаривать Вот такой С обратным Выходом, чтобы кузлу приблизить Алигатуру Ничего-ничего, все хорошо Ну вот наш ромбик, да? Значит, чуточник подошел Мне кажется Мне кажется Должно быть все хорошо И перетянуть Вот, коллеги, если бы я хвостик побольше оставил Сколько бы проблем мы миновали Как бы облегчили мы Свою эргономику Жадность Жадность фрай разгубила Сейчас подтяну Так Ну что, Алексей Владимирович Что мы дальше будем делать? Нитку срезать Нитку сейчас я еще разочек завяжу Чтоб уж соблюсти Количество узлов На биосине Дальше мы сейчас послушаемся Посмотрим В очередной раз Какая конфигурация Получилась Нашего анастомоза То есть получилось Что у нас Операция, которую Я бы назвал Уретра Уретера Пиелостомия Давай отсосиком пособираем Ну а та нитка Которая у нас осталась, коллеги Конечно же И несомненно Мы ее используем Для того, чтобы Для того, чтобы закрыть Наше забрюшинное пространство Восстановив Социальную справедливость С одной стороны А с другой стороны Дополнительно герметизировать Все это дело Ну давай, посмотрим Давай наверх туда еще вот так Глянем Все такое Ну что Мне кажется Удовлетворительно Ну давай Немножко пошьем Возьми что-нибудь Там может Подержать Абсолютно необязательный Коллеги Как вы понимаете Элемент Ну раз уж Такая Длина нити осталась То мы ее И израсходуем Значит что мы Будем делать дальше Дальше мы Выделим Нижнюю треть Мочеточника На уровне Воздушных сосудов И положим туда Клипсу Ну или Лигатуру Думаю Это не самый интересный Этап операции В общем В целом Любой гинеколог Это сделает Лучше нас Поэтому 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 Что Сейчас мы здесь Пару швов И наверное Будем прощаться Как Александр не считаешь ну конечно от имеющего до основные этапы там если вдруг кому-то интересно без разговоров просто видеоформате дать что там такого показывать ну как вообще-то самое интересное бросать самое интересное то здесь да не давай попрощаемся что тут уже показывать особо нечего что дорогие коллеги вы еще раз нас извините с вами была наша веселая команда с вами был я александр владимирович кнутов без которого мы оперируют не умеем специально нас пришла поддержать наш гинеколог может быть она мочеточник ты клипирует ну и ирина владимировна наша богиня морфея всего доброго коллеги до встречи ну что же рад приветствовать самых любознательных и терпеливых да александр владимирович все-таки уговорил меня выложить и в том числе тот раздел нашей операции ту часть нашей операции которая была посвящена обработки нижней трети того самого мочеточника который мы говорили в самом начале на компьютерной томограмме мы представили вам ту позицию в которой видим сейчас пациентку мы ушли в малый таз мы переставили стойку в ноги мы установили дополнительный 5 миллиметровый тракар над лоном по непосредственно краю роста лобковых волос чтобы спрятать максимально минимизировать косметический дефект и вот сейчас вы видите тот момент который который но наверное стоит обсудить отдельно почему ну во-первых это доступ к мочеточнику до к терминальной нижней трети мочеточника наиболее простой и прямой во вторых во вторых это доступ на уровне маточных артерий они вот чуть левее чем мой биполяр будут потом видны и плюс ко всему это то самое место где наиболее часто происходят гетерогенные повреждения мочеточников которые мы обсуждали в том числе при различных реконструктивных вмешательствах да в рамках нашей живой хирургии раньше да в основном это гинекологические естественно операции и вот увидеть воочию то место где происходит наиболее частых повреждений мочеточника нижней трети наверное будет интересно что мы сделали мы рассекли брюшину мы видим сейчас да что это прямой молниеносный выход на мочеточник вот и видны его контуры но не стоит забывать что у нас здесь имеет место быть полное удвоение это во-первых а во-вторых мега уретр верхней половины и в этом месте в этом месте в терминальной нижней трети нужно помнить о том что по законам аномалии развития и удвоение почки происходит их перекрест я имею ввиду мочеточники и перекрест я имею ввиду то что на уровне вот чуть ниже внутренней подвздошной артерии мочеточник верхней половины уходит вниз мочеточник нижней половины уходит наоборот вверх и особое внимание нужно этому уделять при мобилизации чтобы не иметь излишний контакт с тем мочеточником который мы собираемся оставить ну естественно естественно нам навигации помогает тактильные ощущения и тот стенд который мы установили в мочеточник нижней половины и завели из виток мочевой пузырь конечно позволяет нам вот на ощупь определить где что тем не менее всякое бывает нужно быть аккуратным что еще хочется сказать но если вы заметили да что оба этих мочеточника они объединены ну как бы одним единым таким футляр мы соединительной ткани и мобилизация должна быть чрезмерно вернее не может быть чрезмерно аккуратный почему ну потому что выделяя из этого футляра мы невольно повреждаем в том числе вот те кровеносные сосуды мельчайшие которые питают непосредственно собственно стенку мочеточника и естественно каким-то образом компримировать кровоснабжение остающейся здоровой части мочевыводящей системы ну крайне нежелательно ибо это достаточно серьезный риск развития в том числе и вторичных уже стриктур обусловленных именно нарушением трофики стенки мочеточника и здесь мы аккуратничаем именно по этой причине для того чтобы как можно больше сохранить полезной ткани и нет довыскурализировать оставшуюся часть сохраняемого мочеточника да у нас здесь как вы помните молодая девушка и мы с особым трепетом относимся к ее гениталиям и если обычно обычно мы ничто же сумлятишься пришиваем придатки к передней брюшной стенке то в этом случае александр владимирович держит их бережно и нежно на весу для того чтобы никоим образом не скомпрометировать в том числе и просвет маточных труб не повредить яичник ну в общем стараемся аккуратничать да я немножко позволил себе вырезать нечто лишнее ну лишнее я имею ввиду там лишний раз мы протирали камеру ничего не изменилось время мы экономим а вот на этом этапе хотел бы акцентировать ваше внимание на том что кроме того футляра соединительно тканного что объединяет это эти мочеточники то о чем мы говорили в самом начале нашей операции да и почему мы выбрали именно такую тактику на фоне перенесенных ранее всевозможных вмешательств мы имеем здесь место мы имеем в этом месте некие вот такие в том числе и инфильтративно воспалительные изменения и разделяя мочеточники на этом уровне мы рискуем не только скомпрометировать их кровоснабжение но в том числе можем и частично повредить стенку остающегося здорового мочеточника вот вы видите да александр владимирович отпускает отсос я подхватываю придатки мы меняемся обратно ну в общем такая игра в паз как как бы я ее назвал но тем не менее мы движемся вниз и вот стараясь максимально сохранить периоратуральную ткань которая останется на здоровом мочеточнике продвигаемся дальше холодными ножницами без использования уже здесь электрокоагуляции и вот эта диссекция на мой взгляд должна проводиться наверное с максимальным сохранением периоратуральной ткани остающегося мочеточника и видите вот в попытке в минимизировать травму я пошел ножницами уже по больному мочеточнику и вскрыл его просвет на самом деле ничего трагического в этом нет а обращаясь к обработке мочеточника который мы рассуждали на время этапов во время этапов работы в верхних отделах мочеводящих путей да про клипсу мы там фантазировали и прочее ну вот диаметр этого мочеточника на мой взгляд не предполагает использование клипсы даже размером xl это во-первых а во-вторых вот зажмурьтесь и представьте да что мы сейчас положим вот сюда где я сейчас провожу диссекцию ножницами толстую большую пластиковую нерассасывающуюся клипсу на мой взгляд это довольно серьезный риск вторичных обструктивных изменений потому что это клипса будет расположена непосредственно в терминальной нижней трети остающегося здорового мочеточника и будет прилежать максимально близко к его стенке и возможно ну вот кстати да это тот тракар который мы поставили дополнительный остальные остались неизменными и возможно возможно спровоцирует возможно спровоцирует но какое-то физическое препятствие оттоку мочи перегиб изгиб и и так далее что тут нас пауза как затянулся надо было ее вырезать ну уж ладно работаем по-честному работаем а это я нитку заводил с иголкой да совершенно верно поэтому в этом случае конкретно мы будем использовать отравматическую рассасывающиеся нить который мы прошьем тот отдел мочеточника который подлежит обструкции это будет легирование с прошиванием и интракорпоральным узлом мне кажется так будет безопаснее и не менее эффективно чем клипсы конечно это дольше конечно это дольше но опять же да вот представьте сейчас вот здесь будет лежать пластиковые клипсы размеры xl ну наверное рискованно мне так кажется ну вот мы прошили переднюю стенку нашего мочеточника выше повреждения здесь используем наш любимый тот самый анкерный или самозатягивающийся узел ну и вот видите да таких не очень простых ситуациях он в общем позволяет расширить некий ассортимент движений улучшить эргономику александр владеевич не имеет возможности мне помочь в этом отношении да он держит придатки оставить еще один дополнительный тракар ну наверное это уже избыточно ну и опять же да это был день коротких хвостиков нитки почему-то почему-то я оставлял их вот именно такой длины было бы она чуть побольше было бы удобнее с учетом того что нам нужно полностью перекрыть просвет мочеточника то мы делаем несколько таких швов ну и в общем в целом коллеги это практически еще немного и в общем интермуральный отдел в этой конкретной ситуации если вы вспомните цистоскопию до которой мы показали в самом начале но наверное выделение до конца мочеточника с сечением его в толще в том числе и мочевого пузыря кажется мне чрезмерной мерой потому как то чрезмерная мера каламбур потому как повреждению дистальных отделов здорового мочеточника было бы неизбежно пусть это не было бы физическим повреждением мочеточника но девосклеризация это точно ну и принимая во внимание что в общем и в целом даже если останется небольшой такой псевдо дивертикул за счет нашего мочеточника страшного в этом ничего нет и абсолютно никакой криминальной ситуации привести ну вряд ли может да используем старый прием из открытой хирургии это легирование с прошиванием но не просто легирование с прошиванием и когда после формирования одного там или двух узлов закрывающих просвет мочеточника дополнительная лигатура проводится вокруг вокруг уже всей стенки всей толщины мочеточника с формированием дополнительного узла герметизирующего положение пациентки осталось неизменным это я возвращаюсь к тому что мы перешли в таз в общем в целом передвинув только монитор стойки больше никаких изменений не произошло за исключением того что мы немного поиграли положением фовлера и тренделимбурга то есть если мы выполняли уротропии ластамию то есть работа на верхних этажах в положении фовлера то сейчас у нас здесь тренделимбург это во-первых а во-вторых мы слегка развернули пациентку в положении ближе на спине оставив небольшой конечно же крен стола но тем не менее это я к чему это я к нашей позиции излюбленные положение на спине с поворотом операционного стола если бы пациентка находилась в положении на боку то по крайней мере вот этот этап операции был бы еще более еще менее эргономичен чем мы имеем сейчас ну да надо больше и чаще заниматься в коробке ну вот собственно мочеточник обработан мы сейчас приступим к пересечению лигатуры и отсечению непосредственно мочеточник а сверху видите хорошо контурирует тот здоровый оставшийся с внутренним станете стендом в просвете до толстой индикаторы мы срезаем специальными ножницами мы не используем те которые используем во время диссекции или пластики это но то что вы наверное должны взять на вооружение потому что хорошие ножницы требует особого отношения к ним и наверное прибегать к пересечению лигатур не стоит мы пользуемся вот такими запасными одноразовыми как все в россии одноразовые вы же понимаете но это баллончик катетера фолей в просвете мочевого пузыря не могу вспомнить чем обусловлена эта пауза ну видимо что то мы ищем а вот что мы ищем мы ищем шприц жанэ со стерильным физиологическим раствором для того чтобы после отсечения мочеточника проверить герметичность заглушки нашей мы помним да что у нас к мегуретеру прилагается довольно серьезные пузырного мочеточниковый рефлюкс и для того чтобы убедиться в отсутствие каких-то затеков протечек и прочего вот так туго наполняем мочевой пузырь и смотрим насколько все это дело герметично и обратите внимание да что в принципе это довольно низкий уровень и мы видим как физраствор заполняет здоровый мочеточник через рефлюкс по стенту все герметично можно отсекать вот кстати возвращаясь к обсуждению пластик нижней трети мочеточника прямей гуретере вот обратите внимание что несмотря на то что мы сохранили да вот эти питающие сосуды насколько измождена сама ткань мочеточника и работа абсолютно без какой-либо энергии пересекая мочеточник мы не видим ни одного эритроцита зачем я вырезал кусок ну во первых мне кажется что так симпатичнее и более эстетично выглядит во во вторых мы убрали тот субстрат который мог бы быть дополнительным фактором риска к развитию каких-либо переуретеритов со стороны здоровой части мочеточника в нижней трети где он наиболее уязвим и вот опять же тот излом который может произойти на фоне этих рубцов может чисто теоретически как мне кажется я себе фантазирую привести к дополнительным изгибом перегибом изломом заломом но называйте как хотите но тем тем не менее то есть когда выше подвздошных сосудов там рисков значительно меньше мочеточник идет сверху вниз как труба а вот ниже подвздошных он все-таки мало того что делает определенного рода дугу во вторых он начинает кровоснабжаться совсем другими сосудами и менее эффективно чем это было бы в области верхних отделов мочеточника в третьих сосудистые да препятствия но не то что препятствия физиологические изгибы но тем не менее они есть если к этим физиологическим добавится еще не физиологические рубцовые да какие-то там воспалительные изгибы то наверное не очень хорошо поэтому этот кусок я и исек чтобы он не мешался и не давал никаких поводов для волнений ну вот собственно что осталось нам закрыть вот это окошко в паритальной брюшине ну и кстати говоря вот этот доступ как мы его называем нижний доступ он хорош но если мы хотим прийти практически к вернее не практически а к интрамуральному отделу мочеточника то доступ должен быть сверху через широкую связку матки здесь опять же здесь все риски за и против смотри то о чем говорили мы выше ранее мы не полезли туда ограничившись вот тем что есть мне кажется это более чем достаточно ну и кстати выполнение вот этих швов то она кстати тоже никакого особо значения не имеет но с другой стороны это более эстетично ну и исключает какие-либо опять же дополнительные риски для нашего оставшегося мочеточника я имею ввиду если вдруг туда подойдет кишка разовьется какой-то спаечный процесс ну вот да день коротких хвостиков что нужно сделать в этой ситуации до роста ослабить немного тракцию для того чтобы брюшин не так натягивалась вот видите александр владимирович чуть-чуть ослабил и пусть стало хуже видно но с другой стороны это позволило сделать с короткой ниткой вот то что мы делаем делаем правая рука моя находится в том порту где была левая во время выполнения уротерапии ластамии то есть она в общем довольно высоко расположенная трубка тубуса и мне приходится преодолевать препятствия в виде передней брюшной стенки чтобы продавить и выполнить шов вот в самом низу но это я конечно оправдываюсь на самом деле оправданий никаких нет да действительно мог бы вязать получше но как уж есть ну что в общем мы заканчиваем нашу операцию и завершаем ее укладкой на место и расправлением пряди большого сальника вы знаете сторонник этого деяния так что большое спасибо всем особенно терпеливым и самым любопытным мы были рады с вами видеть на связь я благодарю вас за внимание и всего самого хорошего пока 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 пока